Ко встрече этого поезда были готовы еще месяц назад. И вот сегодня ночью он прибыл в Казань. Позади три дня дороги из Таганрога в вагонах вынужденные переселенцы из Донбасса. Спасибо большое за прием. Спасибо, ребята. Очень большое спасибо вам. Дай вам Бог здоровья. Мужчины и женщины, пожилые и дети. Многие приехали налегке, взяв лишь самое необходимое. Кто-то не смог оставить на произвол судьбы своих любимых питомцев. А сколько ей лет? Ведь обстрелы и взрывы не обошли никого из них. Но теперь в Татарстане у вынужденных переселенцев начинается новая жизнь. Готовы временные пункты размещения. Почти 400 предприятий уже подобрали подходящие вакансии для трудоустройства. Оказывается, помощь как в трудоустройстве, так и в устройстве детей в детские сады и школы. Все будет организовано. По выплатам в Ростовской области организуется запись. И уже здесь оформляется и получает непосредственно качественные счета на карту МИР. Зинаида Михаленко вместе с мужем покинула Мариуполь неделю назад. На свой страх и риск вырвались из города практически под обстрелами. Мы шли с бомбоубежища 14 человек. Среди нас были мужчины с очень маленькими детьми, которые держали вот так вот под бомбежкой детей впереди себя. А мы вот двое стариков, мы заключали эту колонну. Около 7 километров шли от бомбоубежища, которое в центре левого берега находилось, до Виноградного. Оттуда их увезли в Таганрог, где они и сели на поезд до Казани. Это один из самых больших составов. Более чем на 500 человек. Около 100 детей, пятеро младенцев, сотни пожилых. Таких, как Петр Бочаров. Он жил под Горловкой, там остался сын. Какие дни были самые тяжелые? Все одинаковые. Кошмарные. Чего сейчас хочется, скажите, пожалуйста? Выспаться. На выходе всех прибывающих ждут десятки вот таких автобусов. Сюда они рассаживаются сразу по прибытию и отправляются по санаториям республика. Это значит, что впервые за долгое время вынужденные переселенцы эту ночь встретят в теплых кроватях, а главное – спокойствие. С платформы их сопровождают волонтеры и спасатели. Помогают загрузить багаж в автобусы. Впереди дорога в мирную жизнь. Спасибо сильно большое, что вы нас встретили. Очень хорошо вы встретили нас. Мы рады. Дети, которые находятся в школе, будем уже рассерять те ближе. Ну, имеется в городских условиях, чтобы дети могли ходить в школу. А малолетних уже можно, в принципе, рассерять и за городом. Сегодня утром в Автоград на восьми автобусах привезли 297 человек. Их разместят в санатории «Жемчужина» и в гостинице «Камаз Жилбыт», в Казани, в санатории «Санта», в Зеленодольске, в Васильевском. Многие уже решили остаться в республике настолько, насколько это возможно. Работать! Работать, жизнь! Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.